Добрый день дорогие друзья, меня зовут Андрей Веселов и сегодня я расскажу вам о том, как построить самообучающийся отдел продаж, как правильно построить обучение менеджеров по продажам. Я провожу этот вебинар для наших клиентов и заказчиков, которые мы нанимаем менеджеров по продажам. И сегодня вы узнаете о том, какие бывают проблемы обучения менеджеров по продажам. Сразу думаете, это будет вопрос, какие у вас я поделюсь своими, как обучать по книгам и долгим курсам, как обучать по коротким видео. Расскажу пару фишек и надеюсь парочку услышать этих фишек, каких-то находок от вас и пообщаемся, ответы на вопросы. Итак, друзья мои, кто я такой? В B2B продажах маркетинга с 1995 года, с 2001 управляю несколькими бизнесами одновременно, с 2011 2-3 бизнеса в управлении удаленно и еще несколько бизнесов от клиентов и заказчиков. Один из них это построение бизнес-обучения и построение отделов продаж, менеджеров по продажам. Так что могу много чего порассказывать в этом смысле. Но давайте уже перейдем к делу. Какие проблемы с обучением менеджеров по продажам вы сталкивались? Какие у вас есть? Скажите, пожалуйста. Я вижу следующую проблематику в обучении менеджеров по продажам. Первая, это больная тема, это то, что менеджеры не все хотят учиться. Для меня это было вообще удивлением. У меня половина людей, половина сотрудников, они не считали нужным обучаться. Я их обучаю, я их отправляю на обучение, даже за свой счет не хотят. Сейчас стало получше, раньше было совсем плохо. Отправляешь человека учиться, он говорит, а я не хочу, я и так все это знаю. Это проблема. Вторая проблема, то, что когда менеджеры по продажам приходят на работу в первый день, мы начинаем их учить продукту и боимся допустить до клиента и слишком долгий цикл. Я твердо убежден, что если у вас цикл обучения менеджеров по продажам два месяца, то его можно совершенно точно сократить до двух недель. Много таких практик было. Я в конечном итоге в своих бизнесах умудряюсь сокращать цикл обучения менеджеров до четырех часов. То есть уже через четыре часа менеджеры начинают делать первые звонки. Понятно, что они не знают продукт. Понятно, что вряд ли они дойдут до глубокого проникновения в воронки продаж. Такой задачи не стоит. Задача стоит сделать так, чтобы с первого дня менеджер начал приносить прибыль. Какие проблемы известны вам? Кто-нибудь поделится? Ждать, не ждать? Если проблем нет, ставьте пятерочки, погнали дальше. Отлично. Ладно, давайте я вас не буду сильно мучить вопросом. В конце концов, я делаю этот вебинар для записи видео, чтобы потом раздавать клиентам, которые проходят наши онлайн-курсы. Смотрите. В принципе, когда мы говорим о самостоятельном изучении каких-то курсов, больших книг или еще чего-то, и мы можем их выделить по функционалу, здесь все очень просто. Что-то мы отдали коммерческому директору, что-то руководителю отдела продаж, менеджерам по продажам, третьей книжке, маркетологам, HR-ам, ропам, четвертой. И вроде как понятно, и можно с чего спросить, но что делать, если у нас этих курсов очень много? Здесь мы изобрели некоторое подобие книжного клуба. И подход приблизительно следующий, что для книг и больших курсов мы составляем график докладов по одному докладу в неделю. Если у вас топовая команда состоит из 4-8 человек, то это означает, что приблизительно каждый будет делать доклад максимум один раз в месяц, один раз в два месяца. Этого вполне достаточно для того, чтобы прочитать книгу и поделиться с коллегами. При этом, смотрите, вы составляете график встреч. Это кто ответственный, дата, время, название книги либо какого-то курса, либо чего-то, что вы изучаете. И потом, собственно, структура доклада от этого ответственного лица. Следующее. Первое – это название, что он, собственно, проходил, оценка от 1 до 5, понравилась или нет. Вторая оценка от 1 до 5, применимость именно к вашей специфике, к вашему бизнесу. Дальше о чем? Краткие тезисы подходят, что именно подходит для вашей специфики, что можно и как применить. И обратите внимание на оценки, что частенько бывает так, что книга понравилась, а применимость там не очень, мягко говоря. То есть книга клевая, поржать, да, но толку мало. В принципе, наверное, вы и сами можете дойти до такой схемы. А что делать, если у вас много всего нужно изучать? Я пришел в новый отдел продаж, например, из 3-5 человек. Их нужно быстро ввести в эксплуатацию, обучить их не только продукту, но и, наверное, подшаманить немножко их навыки продаж. Потому что они у всех разные. И как-то сделать так, чтобы они обменивались опытом. И здесь уже один раз в неделю такая тема не пройдет. Потому что в интернете огромное количество всяких YouTube видео, есть онлайн-курсы. Давайте я вам расскажу, как мы решаем эту задачу на примере онлайн-тренинга спецназ-продаж, который состоит то ли из 22, то ли из 23, я точно не помню, небольших таких видеотренингов. В среднем по 30-60 минут. Вот, к примеру, вам нужно быстро обучить менеджеров по скринкастам или каким-то техникам. Вы составили себе список полезных, на ваш взгляд, видео на YouTube или купили какой-то онлайн-курс, наш или чужой, совершенно не важно. То есть, для начала вы составляете просто полный перечень. Я вам покажу, как мы это делаем на примере онлайн-тренинга спецназ-продаж. Смотрите, что нужно сделать. Сначала вы составляете полный перечень, что было бы, на ваш взгляд, полезно изучить менеджеров по продажам. Вот здесь вы видите сейчас перечень из, скольки тут получается, 23, 22, один пункт не считается. Да, действительно, 22 пункта различных вот таких видеотренингов. Составляете полный перечень. Вопрос, за что взяться? Здесь все очень просто. И вы позволяете менеджерам самим выбирать, что они хотят изучать. Берете и делаете, соответственно, составляете вот такую табличку, число. Дальше, кто, какой тренинг изучает. Вот здесь, в этой таблице, вы видите сейчас, здесь четвертый менеджер не влез. В этом отделе продаж мы сразу укомплектовали, наняли 4 новых менеджера. Им нужно было изучать новые курсы. Мы договорились о том, что каждый возьмет по какому-то одному видеотренингу на неделю, будет изучать один видеотренинг на неделю в течение 30-60 минут. И при этом в каждую неделю не должны пересекаться эти 4 маленьких видеотренинга. То есть, можно брать одинаковые, можно изучать повторно тренинг, но только в следующую неделю. Как сказать? Сейчас, подождите, по-русски сформулирую. На одну неделю у всех менеджеров должны быть разные видеотренинги. В следующую неделю это может повторяться. Один и тот же видеотренинг один и тот же менеджер, разумеется, посмотреть не может. Но в течение недели 4 должно быть разных. И далее мы включаем похожую процедуру, как для больших курсов. То есть, каждый делает оценку понравилось, не понравилось, с одного до пяти и применимость. Дальше, смотрите, ключевой вопрос к вам. Когда менеджеры должны, дайте мне обратную связь, как вы думаете, когда менеджеры должны изучать эти курсы? В рабочее время или в нерабочее? Р – рабочее, Н – нерабочее. Как вы считаете, ваше мнение, когда менеджеры должны изучать видеотренинги? Геннадий считает, что в рабочее. Еще какие варианты? Рабочее. Сергей говорит, что нерабочее. Дэн говорит, что нерабочее. Смотрите, с нерабочим временем проблема. Потому что, когда придет пятница, например, я рекомендую по пятницам сделать обмен мнениями, что можно полезного применить. И человек скажет, а я не успел, у меня не было там времени, то покушаться на его личное время вы не вправе. А в рабочее время, если вы забюджетировали, как вы видите здесь на картинке внизу, смотрите, понедельник 17.00, вторник 17.00, среда 17.00. То есть у каждого менеджера есть свое время, как правило, это в конце дня, когда дела активность низкая, когда он сидит и изучает этот курс. В принципе, одного менеджера выключить из процесса продаж на неделю на один час никаких проблем. Поэтому я сторонник того, чтобы все-таки менеджеры обучались в рабочее время. Тогда, по крайней мере, вы можете требовать. Тогда, по крайней мере, ни у кого не будет отмазки, я не успел что-то изучить. Но одной этой таблицы недостаточно. Смотрите, после того, как вы спланировали на одну неделю, что менеджеры будут смотреть, у вас стоит задача, чтобы каждый из менеджеров прошел каждый из этих видеокурсов. Для этого нужна вторая таблица. Одной линейной таблицы, что когда изучает, недостаточно. Поэтому мы в списке всех мелких таких видеокурсов и видео с YouTube или с каких-то онлайн-курсов, которые нужно посмотреть, отмечаем, какой из наших менеджеров в какую дату делал доклад. Ну, либо смотрел, по крайней мере, этот курс. И тогда мы уже видим по заполняемости таблицы, где у нас хранится знание по выходу на ЛПР, например. Где у нас хранится знание по первичному контакту. И когда тот или иной менеджер проходил этот курс. Дальше. Почему нужно встречаться обязательно и друг другу рассказывать? Потому что происходит быстрый обмен мнениями. Смотрите, если у вас менеджеры будут каждый эти 22 видеотренинга изучать в течение одной недели, то это вам понадобится 22 недели. Или, ну, получается сколько у нас? У нас 5 месяцев, то есть полгода практически должно быть пройти. А вам нужно, чтобы отдел продаж быстро впитывал самую нужную информацию. Именно вот вы не готовы ждать полгода. Именно поэтому мы параллелим. Именно поэтому мы менеджерам предлагаем, возьмите то, что вам нравится. И посмотрите его в рабочее время. Это время мы вам оплатим. А в конце недели соберитесь в пятницу, например, в 16.00 и устроите такой обмен опытом. Будут у вас 4 круга, 4 доклада по очереди. И структура доклада следующая. Каждый докладчик, каждый из менеджеров 4, он говорит, интересно, не интересно, ставит оценку от 1 до 5. Дальше. Оценивать полезность с точки зрения внедрения. А есть ли что-то в этом курсе, то, что мы можем применить в работе. Дальше он говорит, о чем курс, что и как можно применить непосредственно в практике, в работе. Ответы на вопросы, отвечает на вопросы коллег. И дальше выслушивает дополнения по своей теме от каждого менеджера по кругу. То есть, после одного доклада каждый из менеджеров говорит, а я еще в этой теме использую вот такие речевые модули, у меня это работает. Вот такая штука позволяет вам в 4 раза быстрее изучать любую информацию. И, соответственно, отдел продаж будет моментально впитывать в себя все самые нужные знания. И не только впитывать эти знания, но еще и менеджеры будут делиться своим опытом, что работает, а что не работает. И самое приятное, что здесь даже не нужно присутствие руководителя отдела продаж. У нас есть отдельные видеокурсы для руководителя отдела продаж. Так вот, этот процесс идет параллельно. Отдел продаж изучает спецназ продаж. Вот этот вот курс, который вы видите сейчас на экране. Руководитель отдела продаж, он изучает свой курс. У нас есть такое профессиональное управление отделом продаж, золотые стандарты. Вот три простых шага. Давайте еще раз их пройдемся. Первое. Мы составляем перечень список всех видео, которые нужно посмотреть. Либо коротких статей, которые прочитать. Либо документов, с которыми нужно ознакомиться. Дальше. Мы предлагаем менеджерам на ближайшую неделю взять по одному пункту из полного перечня. Таким образом, чтобы они не пересекались. И изучить это на неделе. И в конце недели каждый из менеджеров обязан сделать доклад перед коллегами и рассказать, что он полезного узнал и что можно применить в работе вашей организации. Если вам лень составлять такой перечень и вы хотите… Вот тут поступил вопрос, сколько длится один тренинг. У нас в онлайн тренинге спецназ продаж, который вы можете найти в пункте в верхнем меню онлайн тренинга обучения менеджеров по продажам. На сайте b2b-basis.ru каждый тренинг длится приблизительно от 30 до 60 минут. И оценки очень высокие. На нескольких отделах продаж мы его прогоняли, поэтому это инвестиция. Но там нужно покупать версию профи. Она стоит 12 тысяч, я точно не помню. Если вы единожды его купите, то у вас будет безлимитный доступ и вы сэкономите огромную кучу денег на обучение менеджеров по продажам. Так, Геннадий задает вопрос, как быть с менеджерами, которые находятся в полях и нет вечернего посещения офиса? В любом случае, даже с теми менеджерами, которые находятся в полях, хотя бы один раз в неделю у вас должна быть общая точка сборки. Почти всегда в отделах продаж с полевыми игроками все равно бывает раз в день, либо раз в неделю общая точка сборки. Вот на этой точке сборки, когда вы встречаетесь с командой, обсуждаете, что у кого как работает, нужно бюджетировать еще один часик для того, чтобы менеджеры могли поменяться мнением, ну, либо похожую процедуру выстраивать. Вообще, в принципе, Геннадий, я с полевыми игроками, вот прям те, которые исключительно в полях, этот курс, наверное, не очень подходит. Он больше для тех менеджеров, которые преимущественно назначают встречу по телефону и ездят на встречу по телефону. Вот прям полевые-полевые. Тут, наверное, вам нужно что-то другое изобретать. Вадим Дубров... Так, друзья мои, какие еще фишки по обучению менеджеров вы знаете? Я знаю одну, как формировать библиотеку успешных звонков, поделюсь. А вы пока можете написать свои интересные находки. Мы как раз уже перешли к интерактивной части нашего вебинара. И давайте пишите ваши вопросы в чат, если они есть, либо пишите находки. А я пока поотвечаю на вопросы и еще поделюсь нам фишкой по созданию библиотеки звонков. Вадим спрашивает, если менеджер по продажам новый, одна тема в неделю, 60 минут, а что он остальное время делает? Звонит, Вадим. Даже новые менеджеры по продажам, они звонят, звонят сразу. Мы когда берем менеджеров по продажам, мы сразу их проверяем во втором туре. Могу прислать в конце вебинара, если интересно, ссылки на кейсы по найму менеджеров по продажам. И мы во втором туре сразу даем кейс на решение задачи. Так, например, для одного заказчика мы давали кейс позвонить в организацию, в которую ранее обращалась, но неизвестно купила или нет, и установить контакт с ЛПРом, вычислить, оценить потенциал возможных закупок. Заметьте, не сиюминутную потребность, а именно потенциал, счастье, потому что не в деньгах, а в их количестве. Сколько они могут дать погоду и какова процедура принятия решения, на какие факторы обращают внимание. Вот для того, чтобы делать такие звонки, в принципе, не нужно даже обучать продукту. Если у вас цель первого звонка правильная, то вы можете в момент даже неподготовленных так называемых менеджеров, которые слабо разбираются в продукте, уже направлять на первые звонки. Но работает это, я с вами согласен, только на больших рынках, где потенциальное количество клиентов исчисляется тысячами. Если у вас олигопольный рынок, когда можно посчитать количество клиентов по пальцам рук и ног, конечно же, у вас, наверное, такая история не сработает. Поэтому даже если у вас новый менеджер по продажам, ваша задача – выстроить воронку продаж таким образом, чтобы на обучение первому звонку, чтобы первый звонок, во-первых, можно было сделать без знания продукта, без досконального знания продукта, и чтобы это обучение занимало не больше одного дня. Поэтому даже из неподготовленных менеджеров уже можно получать прибыль. Это моя принципиальная позиция. Смотрите, друзья мои, еще, конечно же, хорошо работают скрипты. По поводу скриптов я могу очень долго говорить, не затыкаясь. Единственное, что, наверное, отправлю вас почитать блог скрипт-дизайнер. Есть такой конструктор скриптов скрипт-дизайнер. Это один из сервисов, которым я являюсь существителем. Мы очень много интересных статей там публикуем. И если вы зарегистрируетесь, вот как раз Вадим, это для вас, зарегистрируетесь в этом сервисе, спросите восьми… Там в одном из первых писем должно прийти восьмиминутное видео про аналитику скриптов. И даже если у вас свой колл-центр, то там решает на самом деле прослушка. А прослушка – это очень дорого. Для того, чтобы сэкономить на тотальной прослушке, можно использовать конструкторы скриптов и прогонщики компьютерные. Они вам сразу будут показывать, где ломается скрипт без всякого прослушивания. Поэтому, смотрите, если у вас скрипты составлены правильно, то это туда. Но для того, чтобы правильно составить скрипты, вам нужны эталоны звонков. Плюс ко всему, хорошо бы иметь эталоны успешных звонков на разные случаи из жизни. И вот это вот фишка, которая сильно хорошо стреляет. Кому интересно узнать, каким образом создавать библиотеку холодных звонков, так, чтобы не прослушать, чтобы менеджеры сами составляли. Хотя это считается утопией. Если вы их попросите, они, разумеется, не будут сексировать. А я пока отвечу на вопрос Вадима, чем он круче гиперскрипт. Давайте я вам сейчас... Пока я жду. Кому интересно, пишите. Два плюсика в чат. Нужно как минимум три плюсика, чтобы я рассказал вам эту фишку. Не будет трех плюсиков. Останетесь без фишки. Будем завершать вебинар. А я пока Вадиму найду ответ на вопрос, чем круче остальных решений. Мы год назад заморочились и сделали сравнительный анализ различных решений. Много воя было от конкурентов, что он не объективен. Мы предлагали им сделать свой анализ. Мы предлагали создать экспертную группу по анализу. Так никто и не вошел. В итоге сейчас просим несколько экспертов войти в эту экспертную группу, для того, чтобы обновить данные сравнительного анализа с конкурентными решениями. Так, ага. Ну, ровно три плюса есть. Ладно, хорошо, расскажу. Смотрите, друзья мои. Вы устраиваете конкурс на лучший звонок. Причем, если вам нужен лучший звонок, создавать библиотеку лучшего звонка, сначала первого звонка, потом, вполне вероятно, у вас первые звонки могут быть разные для разных ниш. Поэтому у вас может быть один месяц конкурс, исходящий звонок, ну, к примеру, там, для Юрика второй, для конечников второй месяц у вас лучший исходящий звонок, например, для дистрибьюторов, третий месяц у вас лучший исходящий звонок для, например, конечников по закрытию сделки. То есть, не когда самый первый звонок, а когда человек сомневается, не хочет покупать, и вы его уламываете. Зачем нужны эти звонки и разные типы звонков? Потому что менеджер лучше учить по эталонам раз, потому что скрипты лучше создавать и речевые модули на основе успешных звонков два, и еще миллион причин, почему такая библиотека нужна. И когда к вам приходят новички, быстрее всего они научатся на записи звонков. Значит, вам нужно каким-то образом мотивировать менеджеров эти звонки фиксировать, потому что тотальное прослушивание, но это нереально. Вы объявляете конкурс. Итак, господа, например, в апреле месяце у нас будет конкурс на лучший исходящий звонок, к примеру, в банк. Я не знаю, продаете ли вы в банках, я сейчас как пример, как кейс фантазирую. И если вы чувствуете, что ваш звонок хорош, то вы фиксируете время этого звонка и номер, по которому звонили. И от каждого менеджера нужно в неделю по одному лучшему звонку такого типа. Раз в неделю собирается комиссия, и все вместе решают, чей звонок занимает первое место. Кто занял первое место, получает... Понимаете, да, что у вас итого получается в месяц 4 кандидата на первое место. Приз может быть денежный. От 1 до 3 тысяч рублей вполне достаточно. И тот звонок, который по результатам месяца будет признан лучшим, то этому менеджеру, респект, уважуха, медаль на пузо, 5 тысяч рублей в карман. И таким образом у вас формируется библиотека хороших эталонных скриптов. Еще кто-нибудь какие-нибудь фишки использует, господа, напишите им, пожалуйста. Итак, друзья мои, если вы используете фишки, пишите. Если вас интересует тема вообще инструментов продаж для руководителей и темы B2B, то поищите на YouTube. Прямо так вбиваете в поисковик топ-10 инструментов продаж руководителя B2B. Найдете эту видеозапись, будет вам подарок от меня. Если вам нужно нанять за 7 дней новый отдел продаж или обновить старый, то такие задачи тоже решаются. Пришлите запрос и через 7 дней я вам покажу от 20 до 50 кандидатов на должность менеджера по продажам и за 3-6 часов в зависимости от параметров вакансии помогу выбрать лучших из этих кандидатов. Такие задачи тоже решаются. На этом, дорогие друзья, у меня все. Большое спасибо за ваше время. Надеюсь, вебинар оказался вам полезен. И призываю вас заниматься обучением менеджеров отдела продаж, делать это системно и желательно быстро. Как? Вот, пожалуйста. Самый простой способ – это вы составляете перечень видео. Если сомневаетесь в качестве видео, которое вы можете составить в перечень по различным аспектам холодных звонков, то не думайте долго особо. Можете зайти на сайт www.b2bbasis.ru, в меню онлайн-тренинга обучения менеджеров, приобрести пакет профи онлайн-тренинга спецназ-продаж и обучаться по нему. В ближайшее время выложим туда шаблоны Google Docs документов, которые вы видели в сегодняшнем вебинаре. Вадим задает вопрос интересный. Контроль после обучения как? Это есть отдельный тренинг по поводу обучения. Это очень долгий вопрос, Вадим, я сейчас обсуждать не буду. Потому что, смотрите, тема сегодняшнего вебинара – это самообучающийся отдел продаж. Как создать самообучающийся отдел продаж? Я считаю, что контроль после обучения нужно смотреть на цифры. То есть, если мы говорим про самообучающийся отдел продаж, про agile и про скрам, про новые технологии, там нет никакого контроля. Вы удивитесь. То есть, вы почувствуете, работает или нет, эта история по показателям. Контроль – это для больших организаций. И это тема другого вебинара. Он у нас, кстати, есть в другом онлайн-курсе – «Профессиональное управление отделом продаж. Золотые стандарты». И в спецназе продаж тоже есть. По-моему, я проводил его не я, Максим Горбачев. На этом все. Спасибо за ваше время. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok